Что такое время, на Ваш взгляд? Как бы Вы определили? Время – это внутренние ощущения каждого из нас. Можно ли научиться управлять своим временем? Да, если систематически правильно оценивать возможности. На что не стоит тратить своё время? На ненужные вещи. Есть мнение, что у человека не должно быть свободного времени, всё должно быть спланировано заранее. Если спланировано заранее, то даже отдых – это не называется свободное время. То есть человек должен заботиться о том, чтобы у него не было свободного времени? Чтобы не было ничего не делания. Такого, что он просто не знает, что делать. То есть если есть свободное время, то оно запланировано? Да. То есть Вы человек, который строго придерживаетесь плана, так? Я могу написать у себя в дневнике, что я пять часов лежу на диване, смотрю в потолок и думаю. Но это должно быть написано. Ну это да, в принципе да. А если нет, то у меня всегда существует какой-то склад таких вещей, которые нуждаются в доработке. Должно ли быть время для мыслей, сидеть, медитировать, или это неразрывно связано с действиями? Я не знаю. Мне далеки такие вещи. Сидеть, медитировать. Есть каббалистические источники, над которыми ты сидишь. А просто сидеть, сидеть и медитировать, я не понимаю немножко этого. Должно быть направление, которое задаётся животному телу для того, чтобы оно начинало приподниматься над собой. Существует ли время без человека? Нет. Вообще без человека ничего не существует. Всё, что существует, это то, что ощущается человеком. Вам вообще хватает времени? Или вы из тех людей, которые бы каждый раз в конце дня говорят, вот ещё бы несколько часов добавить, было бы хорошо? Нет. Я пришёл к такому состоянию, когда всё, что я хочу, получается, всё, что не хочу, не получается. И всё, что я не смог и не получилось, это всё для меня так же нормально, как и то, что получилось. Ну, я, насколько знаю, вы человек очень занятый, я знаю расписание ваше, ваш дневник. И действительно, я от вас никогда не слышал, чтобы вы говорили, что у вас не хватает времени. Нет, у меня его полно. У меня наоборот, у меня всегда не хватает времени. А как так? Значит, вы плохой организатор. Ну, я стараюсь. Стараться – это одно, а быть таким – это другое. Не, ну, всегда хочется сделать больше, всегда есть больше заданий. Значит, вы берёте на себя слишком много, и поэтому вы не успеваете, и поэтому даже то, что вы успеваете, вы можете ошибаться. Нельзя так. То есть, это индикатор, да? То есть, если я… Надо оставлять время для всего, для отдыха, для мыслей, для всего, для всего. И не быть ни в каком загоне. Нет, кстати, с отдыхом всё нормально. На отдых у меня всегда хватает времени. Вот, на работу. Ну, я понял. То есть, индикатор должно хватать. То есть, я должен согласиться с тем, что есть. Согласие с течением времени, с тем, что происходит. Согласие с течением времени, 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 с